Мы с вами говорили о фазе подготовки. По мнению экспертов, большую часть ошибок основатели допускают именно на этом этапе. Как раз по причине плохой подготовленности. Так что об этом не стоит забывать. Ну а мы переходим к следующей фазе, фазе запуска проекта. Итак, коллектив основателей сформирован, подготовительные мероприятия проведены, представление о населении получено, самое время переходить непосредственно к созданию общины путем благовестия и ученичества. Какие же задачи перед нами стоят? В общем-то, очевидное первое — развитие взаимоотношений. Об этом более подробно мы опять-таки поговорим несколько позже. Второе — сочетание служения и милосердия с проповедью Евангелия. Далее — крещение новообращенных, наставничество, ученичество и подготовка служителей. И это уже, как вы понимаете, воспроизводство. Новообращенных следует побуждать христианскому свидетельству. В их окружении немало людей, неверующих, тем, с кем они способны найти общий язык. А первая любовь ко Христу придает словам новообращенных особую искренность и проникновенность. Идем дальше. Формирование первичной христианской общины. Иногда возникает ситуация, когда к новой церкви желают присоединиться христиане из других церквей. Мой совет таков — подходите к этому мудро. На самом раннем, фактически зачаточном этапе развития общины, когда вся нагрузка лежит на дюжине служителей, церковь рада любым помощникам, правда? Однако по прошествии времени нередко понимаешь, что переоценил необходимость и пользу от их участия. Поэтому к приобщению к новой церкви христиан из других общин я отношусь крайне осторожно. Некто со своими планами, видением и особыми богословскими взглядами может привнести в коллектив основателей серьезный разлад. Особенно, если в общении уже появились новообращенные. Вот поэтому я и советую семь раз отмерить, прежде чем привлечь к основанию церкви желающих из числа христиан. Убедитесь, что они не планируют реализовать здесь свои чаяния и планы. Чуть позже, когда община немного вырастет, это будет уже не так принципиально, но на начальной фазе недооценивать этот момент нельзя. Расспросите, из какой церкви этот христианин, выразите пожелание пообщаться с его пастором. Как знать, может быть, он скажет, будь осторожен, брат. Только не подумайте, что я вас запугиваю. Будьте бдительны, но не излишне подозрительны, ведь приходят и хорошие люди, и остаются, и начинают служить, и вы этому несказанно рады. Просто во мне говорит довольно богатый опыт, и не учитывать его нельзя. Следующая задача — подготовка и обучение лидеров из числа новообращенных. Вы на данном этапе служите своеобразным двигателем и примером. Итак, у вас начала формироваться община, начался процесс подготовки новых лидеров, из них уже получается какая-то команда, и теперь на фоне продолжающегося благовестия, в дополнение к текущей фазе, вы приступаете к взращиванию, к развитию того, что уже обрело какие-то черты. То есть, по сути, вы постепенно становитесь церковью, телом Христовым, начинаете осознавать и ощущать себя новой духовной семьей. И это, как я уже отмечал, крайне важно, поскольку с обращением в христианство некоторые люди утрачивают свою биологическую семью, которая попросту от них отказывается, или связь с некогда близкими друзьями, но на почве порочных привычек и увлечений. Эти люди не должны оставаться в одиночестве. Церковная семья просто обязана оказать им должную поддержку, будь то молитва или помощь в поисках новой работы. Братья и сестры должны быть рядом. Следующая задача на данном этапе это выявление и развитие духовных даров. Кого Бог наделил даром благовестия? Кого даром учителя? Кто способен руководить? Далее. Избрание предварительного состава лидерского совета. Обычно я не рекомендую избирать лидерский совет сразу на продолжительный срок. Община пока невелика, и потенциальных лидеров в ней тоже будет немного. Впрочем, как и зрелых христиан. Надо посмотреть, как они будут расти, развиваться, и как проявят себя с течением времени. Апостол Павел говорит, что пресс-фитер не должен быть изновообращенным. На начальном этапе разумнее избрать предварительный лидерский состав, временный, который учитывал бы пожелания членов общины, так, чтобы люди чувствовали и осознавали, что это их проект, что это они принимают в нем ключевые решения. Назначать кого-то лидером сразу, скажем, на четыре года не стоит. Не торопитесь, присмотритесь. Кто сможет служить верно и посвященно? Кто неуклонно следует за Христом? Кто наделен даром руководителя? Итак, предварительный лидерский состав, это хорошо и правильно, и без него не обойтись, однако дальше наблюдайте и будьте открыты для его переформирования. Следующий пункт – регулярное проведение общецерковных богослужений. И здесь от вас тоже требуется гибкость. Возможно, пока из новообращенных сформировалась только одна ячейка, но эти люди общаются, растут в вере и желают вместе поклоняться Богу. «Отлично!» Можно попробовать собираться раз в месяц. Не стоит сразу чрезмерно обременять людей большим количеством организационных и административных обязанностей. Главное – поддерживать динамику их духовного развития и с этой целью сосредоточиться на воспитании новых лидеров. А богослужения можно пока проводить один или два раза в месяц, ведь совместное поклонение быть должно. Что еще? Воспроизводство ячеек, формулировка ценностей, разработка плана развития на долгосрочную перспективу. Постепенно начинает вырисовываться и концепция служения. Вы уже немного обосновались и наверняка прикинули, какие служения могли бы стать перспективными. И примерно в это же время начинается обучение навыкам распоряжения финансами. Кто-то скажет, что рановато, что новообращенных эта тема насторожит. Однако мой опыт говорит о противоположном. Эти люди провозгласили Христа своим любящим господином и теперь желают ему всесторонне служить. Поэтому обучение общины жертвенности, в том числе и финансовое, дело, на мой взгляд, вполне естественное. Это будет только способствовать укреплению церкви и посвященности ее членов Христу и делу расширения Царства Божьего. Таким образом, финансовая сторона христианской жизни даже на раннем этапе формирования церкви не должна быть неудобной темой. В этой фазе развития основатель выполняет роль уже не столько двигателя, сколько мобилизатора, того, кто организует внутреннюю жизнь и обеспечивает развитие наметившихся служений. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы — это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com А мы переходим к следующему этапу, этапу структурирования. Так церковь растет, ячейки умножаются, выделяются разные возрастные группы, вырисовываются какие-то нужды. И ваша задача по мере выявления тех или иных потребностей заключается в том, чтобы организовывать соответствующие служения и привлекать к их развитию лидеров из числа новых членов церкви. На данном этапе мы назначаем лидеров и передаем им право руководства служением церкви. Следующий пункт, как я уже сказал, это организация служений, отвечающих на выявленные потребности. Так, в главе 6 книги деяний мы читаем о том, что ранее церковь собиралась в Иерусалиме, и там возникла нужда в попечении вдовица, которые нуждались в раздаянии потребностей. И помните, что произошло? Произошел ропот еленистов на евреев по поводу того, что их вдовицы получали больше, чем еврейские вдовицы. Как написано в Библии, были пренебрегаемы. Смотрите-ка, они получают больше еды, чем мы. Вы им отдаете предпочтение. Смотрите, даже ранняя новозаветная церковь не избежала конфликтов, в данном случае этнических. На прошлом занятии вы мне как раз задавали вопрос по этой теме. Что ж, как видите, проблема не нова. Итак, апостолы созвали учеников, обозначили суть проблемы, имеющуюся нужду, и сказали, что у них и так обязанностей хватает, и думать о столах им просто некогда. Как же в итоге поступили? Избрали для этого служения несколько человек, другими словами, создали новую церковную структуру. Так, на службу были поставлены диаконы. При этом сказано, что они должны были быть людьми изведанными, а не просто желающими заниматься этим служением, исполненными Святого Духа и мудрости. Для чего потребовались диаконы? Для того, чтобы, опять же, как мы читаем, апостолы могли постоянно пребывать в молитве и в служении слова. Другими словами, апостолы обозначили свое приоритетное служение – молитва, изучение и проповедь Слова Божьего. А для восполнения другой церковной нужды, в частности, раздаяния потребностей вдовицам, была создана отдельная структура. Это дело было поручено диаконам. Как только это было сделано, конфликт разрешился. Ситуацию не замяли, не скрыли, но, напротив, предложили способ ее разрешения посредством организации нового служения. Диаконов поставили перед апостолами, и они, помолившись, возложили на них руки, то есть публично благословили их на служение. И дальше стих 7. Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И из священников очень многие покорились вере. Мне кажется, книга деяний последовательно отражает этапы развития и распространения христианской церкви. Один из эпизодов мы с вами только что прочитали. Лука очень правильно выделяет и подчеркивает их в своем повествовании. Вот и здесь он отчетливо пытается передать следующую мысль. Когда церковь стремится восполнить возникающие потребности, когда находит для этого какие-то новые способы, когда осознает значимость как молитвы и служения слова, так и других физических и эмоциональных нужд людей и старается найти способ их удовлетворить, Бог благословляет эти усилия и церковь растет. Проигнорируя апостола возникшую проблему и вообще не могли бы начаться разделения и конфликты, препятствующие делу Христову. У апостолов бы не хватало ни времени, ни сил. И вскоре с ними случилось бы то, что сегодня мы называем синдромом профессионального выгорания. Но с Божьей помощью апостолы нашли способ все решить. Подобная ситуация на данном этапе может возникнуть в любой церкви. община растет, потребности растут и работы у лидера существенно прибавляется. И здесь важно суметь найти способы восполнения возникающих нужд, будь то избрание диаконов или организация нового служения и обеспечить служителям соответствующую подготовку, а не продолжать взваливать возрастающие обязанности на плечи основателя. Новообращенных христиан следует приобщать к жизни церкви. Но подробнее об этом мы с вами поговорим позже. Следующая задача качественная оценка роста и развития общины. Подчас в круговороте церковных дел у нас не остается времени сесть и спокойно осмыслить, нормально ли развивается церковь, в чем она нуждается, какие вопросы требуют решения. На этом этапе некоторые общины проходят процесс юридической регистрации. Поскольку структура церкви и лидерский состав уже сформированы, община может быть официально зарегистрирована в соответствии с процедурой и требованиями того региона, в котором она находится. Основная цель в этой фазе достижения полной финансовой независимости. Если до сего момента церковь получала материальную поддержку в виде, скажем, помощи со стороны зарубежных церквей и миссий, то теперь настало время попробовать обеспечивать себя самостоятельно. Почему это необходимо? Потому что материально зависимая община не способна стать материнской для новых церквей. Может ли родитель, зависимый от сторонней материальной помощи, должным образом обеспечить свое потомство? То есть мысль проста. Собственная финансовая независимость как необходимое требование для дальнейшего воспроизводства. Главная функция основателя на этом этапе умножение. Обучение тех, кто будет обеспечивать подготовку других христиан к разного рода служениям. Для некоторых общин эта фаза становится своеобразным узким местом. Рост и развитие стопорятся из-за отсутствия должной подготовки новых лидеров и неумения отвечать на все возрастающие нужды новой церкви созданием необходимых церковных структур. Если нужды, будь то необходимость в справедливом раздаянии потребностей или какие-то другие эмоциональные и духовные потребности не удовлетворять, община неизбежно будет страдать. Поэтому такая деятельность для данной фазы развития является крайне необходимой. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. 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 ТВ-семинария.